Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришина. Совершенно удивительно, Ахлобыстин заступился за Урганта. Сказал, что страна потеряла крепкого профессионала. Вот что, собственно говоря, пишут СМИ по этому поводу. Мы очень любим быстро упаковывать во врага. Актёр Иван Ахлобыстин заступился за Ивана Урганта. По словам Ахлобыстина, телеведущий не сделал ничего крамольного. Дескать, против операции по спасению Донбасса. Ургант высказался лишь однажды. Опубликовал в личном микроблоге «Чёрный квадрат». Вот что он говорит. Мы очень любим быстро упаковать во врага. Он «Чёрный квадратик» напечатал. Да, он европезированный такой. Да, он либерально настроен. Да, его окружает такая тусовка. Он очень умный человек. Он нигде так особо не позволял. Где-то там что-то да как-то. Но с учётом, что сейчас льётся, Ахлобыстин считает Урганта крепким профессионалом. Артист сожалеет из-за исчезновения Ивана с экранов. Ведь отечественное телевидение потеряло хорошего ведущего, считает Ахлобыстин. Иван считает, что мы не должны совершенствоваться в искусстве травли и доносов. Артист опасается, что рано или поздно от наушничества пострадают все. Люди не согласились с ним в большинстве своём. Пользователи сети не считают от устой Урганта на экранах большой потери для страны. Жалко терять профессионалов, строящих атомные реакторы, корабли, самолёты. А таких, как Ургант, не только не жалко радостно таких терять. Пишет один из комментаторов. Друзья, ну я с Ахлобыстином не согласен. Потому что он не только выставил чёрный квадратик, он ещё до начала операции её пытался высмеивать. Говоря о том, что может мы даты подвигаем, потому что там Валиева у нас выступает. Помните скандал с Валиевой Камилой на вот этот чемпионат мира, по-моему, был по фигурному катанию. Потом он говорил, что может инопланетяне прилетят, мы вместе начнём. После он выставил. И, в общем-то говоря, это было неоднократно. Но, тем не менее, Ахлобыстин заступается, значит, потихонечку, наверное, хотят как-то. Как-то нужно притянуть, как-то нужно аудиторию, которая доверяет Ахлобыстину, как-то, чтобы она и начала доверять и Урганту тоже, понимаете, то есть потихонечку. Самое интересное, знаете, у нас в России страна полнится талантами, множится талантами. Столько креативных молодых людей, и уже известных, и ещё неизвестных никому. Просто вот, что называется, выйди в поле за руку, возьми, приведи, посади. И будут вести любую программу юмористическую, будут это делать гораздо лучше Урганта. Тащат только Урганта. Вопрос, что такое или кто может быть зарабатывает деньги на этом? Друзья, что думаете на сей счёт, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка к закреплённому в комментариях в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.